Наши позиции под Авдеевкой, где проводил встречи президент, сегодня обстреливали боевики. Всего противник пять раз открывал огонь по украинским армейцам, один военный получил ранение. Какую тактику все чаще используют боевики в материале Руслана Смещука? Позиции под Павлополем в районе пункта пропуска пищевик с началом сезона дождей и туманов, о себе дает знать близость Азовского моря, характер боевых действий на этих позициях изменился. Боевики стали чаще использовать тактику тревожащего огня. На руку йде им, когда гроза, туман, дождь. Звук рассеивается и сложно тогда понять, откуда идет пострел. Бьют они неприцельно, делают один, два, максимум три пострелы и ховаются. Возле позиции не разорвавшиеся боеприпасы боевиков. До противника отсюда, что называется, рукой подать. Иногда перестрелки завязываются на очень короткой дистанции. По прямой 850 метров, а направо, ну, сколько, 100 метров. Это сразу за дорогой, там посадка их, справа от нас. То есть довольно близко. Стрелковая была кулемет, гранатометы и паромин прилетели. Так, в принципе, нормально. А еще рядом проходит дорога, которая от пункта пропуска пищевик ведет на неподконтрольную территорию. Ее в качестве прикрытия часто используют боевики, рассказывают военные. На этих позициях служат необычные бойцы. Валерий и Андрей – отец и сын. Валерия мобилизировали еще в 2014-м. Спустя два года его сын тоже пошел на фронт. Сюда. Мужчины говорят, вместе легче тянуть армейскую лямку. Уйти на гражданку отец и сын планируют после победы. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». Руслан Смещук, Вадим Ревун. Продолжение следует...